Только что закончилась диагностика, у меня на приеме пациента Руслан. Руслан, ты первый раз был на диагностике ВИГА-тест. Расскажи, как у тебя были какие-то сомнения, что диагностика прояснила, подтвердила твои опасения? Мне понравилось в этой диагностике то, что результаты не запитываются сначала у пациента. Потому что очень часто, когда читаешь, сначала... Чтобы тебе было, и потом выясняет, что это было. А на самом деле, на основе этих данных... Шокованный в том, что без розпитки... Про мои параметры, выясняется, что какие-то заболевания, то, в которых я... Вновь, они подтвердятся. Но есть также заболевания, то, в которых я не догадывался, и каким-то так правом, где определять увагу. То есть реально все классно. А главное, что тут при этом тебе не нужно что-то сковтать, даже там ничем не колят, не пьешь в химии, а в большинстве. Ну так и бывает без болезни. Кому бы ты порекомендовал пройти эту диагностику? В каких случаях? В таких фактах, ну, если у человека есть какая-то предсторога, або, возможно, изменится свой физический стан, или на погоду, или какие-то болезни, то тут можно переконяться, чтобы выясняться, на какие органы есть, и на что обратить увагу в лековании, на вашу большую прийти эту диагностику. Хорошо, спасибо тебе. Спасибо.